Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Взгляд с небесным». Подписывайтесь, ставьте лайк, репост и жмите на колокольчик. Сегодня у нас в гостях пастор из города Миннеаполис, штат Миннесота, США, Василий Скорых. Василий, приветствую, добрый день! Приветствую, приветствуем, пастор! Послушайте, ваш город стал каким-то мейнстримным. Все говорят о Миннесоте, о том, что произошло. Показали, конечно, убийство, удушение вот этого чернокожего мужчины, 48-летнего, насколько я понимаю. Сегодня у нас пишут, что у него нашли и ковид, и наркотики в крови, и все. Расскажите, что произошло? Ну, на самом деле, наверное, мы узнаем это намного позже, до конца всю информацию. Потому что одни люди говорят одно, другие говорят другое. Кому что выгодно, те то и говорят. Я думаю, уже не секрет, что в Америке тоже общество разделилось очень серьезно на две части. Поэтому одни его хвалят и превозносят. Я не знаю, мне кажется, его уже сделали героем сегодняшним. Другие, наоборот, показывают его в самом темном свете. Трудно сказать до конца, что это такое и как к этому относиться. К сожалению, вот так. Неоднозначно совсем. Наши новости показывают, что это мирные протесты. И мы не понимаем, вот как россияне, почему тогда города горят. Все больше и больше городов. Да, на сегодняшний день, если я не ошибаюсь, уже в 140 городах идут протесты. И в 20, по-моему, уже введена армия, нацгвардия вернее. Поэтому мирным это навряд ли назовешь. Мирно это совсем все по-другому. И ты понимаешь, что мы видим здесь? Вот на самом деле есть люди, которые вот чем-то возмущены, они вышли, но они как бы вот этот свой протест выражают по-другому. Но я вижу, что здесь все-таки, наверное, есть другая группа людей, которые заинтересованы кем-то и чем-то. Поэтому это совсем другие люди. Это люди, которые вот как раз совершают все эти погромы, поджоги, убийства. И просто толпа неуправляемая. Поэтому сказать, что это одни и те же люди, или они преследуют одни и те же цели, это сказать все наоборот. Понимаешь? Потому что здесь все по-разному. Здесь надо смотреть более объективно и оценивать вот эту ситуацию как-то по-другому. Ну, журналисты не дают объективной оценки, потому что такие броские заголовки в том же интернете, в газетах, там, Нью-Йорк отдан грабителям, типа, на растерзание там. Все уже. Я думаю, что некоторым странам вообще даже интересно сейчас об этом кричать и говорить. Поэтому это понятное дело, что политика такое не будет. Ну, а скажите, как ваш город пострадал? Потому что, сказали, первый город, чуть ли не весь город выгорел. Такие съемки показывают, огонь кругом, все горит, бушует пламя. Да, да, город очень серьезно пострадал, очень серьезно. Причем это так неожиданно все пошло и очень быстро по нарастающей. Самое неприятное это было то, что выглядело так, что как будто бы не то полиция испугалась, во что я не сильно верю, не то был какой-то приказ ничего не делать, потому что было какое-то бездействие первые, наверное, два дня, это точно, а то и три. Вот поэтому творилось что-то непонятное на самом деле. Очень интересно, Василий, а куда власти смотрят? Вот я как наш россиянин, которые привыкли уже ходить по одной стороне дороги, где положено. Казалось, Америка это вот страна, которая, ну, все соблюдают закон, порядок и все остальное. И где полиция, где власти? Ну, мне кажется, что вообще сейчас ситуация очень неоднозначная. То есть Америка раньше, Америка, скажем так, прямо сейчас, это разные страны, можно сказать. То есть в 95-м году, когда мы приехали, в 92-м я еще раньше приезжал, когда, то есть это на самом деле было вот именно то, о чем ты сейчас говоришь. Но сегодня, вот сейчас так все развернуто, то есть мне кажется, что все-таки, и я вот сейчас вот получаю информацию там с разных этих, от друзей с разных этих штатов, где идут сильные протесты, что сейчас на самом деле вылазит информация, что вообще был приказ тихонько сидеть и не высовываться полиции, поэтому грабили, угнивали и делали, что хотели, кто что хотел. Только ленивый не залезет в магазин и не вытащит там какой-нибудь телевизор или еще что-нибудь. Да элементарно, люди, вы видели, наверное, там выскакивают просто какую-то там бухангу хлеба, главное, чтобы бесплатно, главное, просто дикарство, полное дикарство. И, конечно, ничего общего здесь с мирными протестами не будет. Хотя в некоторых штатах на самом деле есть люди, есть эти мирные протесты, то есть люди, которые высказывают свое несогласие с этой системой, требуют реформы в полиции и так далее. Потому что, ну, с одной стороны, дыма без огня не бывает, с другой стороны, ну, не до такой уж степени тут все горело, чтобы вот это все сделать. Понятно, что все это политически заправлено. Все это получается перед выборами сейчас, Америка готовится к выборам. Я так думаю, что, скорее всего, что к этому все. Ну, Василий, я не политолог, я пастырь, но смотря на карту Америки, что полыхает, да, видно, что вот, как он называется, Южный поезд, да, South Belt, где христианские штаты так называемые, и там спокойно, там нигде ничего нет. Такое впечатление, что горят, ну, если можно так сказать, только штаты с подавляющим большинством, где демпартия лидирует. Я прав? Да, да, так оно и есть. Практически во всех штатах, где сейчас вот это все происходит, это штаты демократические. И печально, что наши верующие, скажем так, даже наши соотечественники в прошлом, славяне смотрят как-то, не то близоруко сказать, не как бы, как сегодня, вот видят вот этого черного, которого убили, вот из-за этого все началось. Если бы это так все началось, то уже бы давно было много разных других историй. Например, год или полтора назад один черный, ну, ты знаешь, Эльберт, у нас самый большой магазин в Америке, Моллф Америка, да? То есть, ну, огромный магазин, и там тысячи людей, тысячи каждый день. Вот, один черный просто проходил по третьему этажу, мама шла с ребенком, с пятилетним мальчиком. И он подхватил этого мальчика и выбросил с третьего этажа. Ужас. Ну, вот никто не говорил тогда почему-то, что как это так произошло, что произошло, почему тут расовая дискриминация белых со стороны черных и так далее. Угу. Вот. Замяли тихонечко, и все прошло хорошо. Чудо было в том, что, прям сразу засвидетельствую, что эта мама была христианкой, и она говорит, когда я утром проснулась и начала, стала молиться, просто Бог побудил молиться на языках. Я даже не знал, о чем молиться, но какая-то тревога была, и я начала молиться на языках. Угу. То есть Бог полностью сохранил его и жизнь, и здоровье. И, конечно, это чудо, это благословение. Но со стороны вот всей этой истории, которая сегодня у нас здесь развернулась, типа расовой дискриминации и так далее, то ведь расовая дискриминация может быть с обоих сторон и в одну и в другую сторону. Поэтому, конечно, мы понимаем, что это все неспроста и не случайно. Но если смотреть CNN, мы понимаем, видимо, одну картинку. Если Fox News, разные каналы смотреть, другая картинка совершенно. Одни показывают якобы протесты мирные, там, молодежь, другие показывают, та же самая молодежь пьяная, бьют в вот эти витрины, грабят, грабят, несут, поджигают зачем-то все это. И тут даже интересно такой момент, если вот понаблюдать, конечно, материала очень много, и я не собираюсь в это тоже влазить, это не моя тема. Но если так вот просматривать немножко, да, то можно заметить, что вот эта группа людей, они действуют аналогично, одинаково, вот просто синхронно. То есть подъезжает машина, выходят эти люди, одеты примерно в одинаковые куртки, в одинаковых этих капюшончиками, прикрыты шапочки там или маски даже типичные. У всех рюкзаки, в этих рюкзаках, как теперь оказалось, зажигалки, зажигающие смеси, инструменты и так далее. Даже посмотреть, как они поджигают машины или переворачивают, умело, просто технично. Раз только и все. То есть, поэтому они приходят, бьют эти витрины, перчатки специальные, повытаскивали стекла, и они отступают. Подходит другая группа, и начинается мародерство. Извините, но это не протест мирный. Ну не надо вот этой вот ерундой заниматься, глупости рассказывать кому-то. Просто открыть глаза, посмотреть, немножко мозги включить, и все будет понятно. Вот. Другое дело в том, что то, что мы можем видеть вот все это, как действие. То есть, вот все это происходит сейчас, да, и мы, как христиане, можем как-то реагировать на это. То есть, можно, конечно, закрыть глаза и сказать, я ничего не вижу, я ничего не знаю, все хорошо, аллилуйя, и все, и дальше идти, да. Вот. Но я смотрю, например, в Библии, да, мы видим много примеров, где, например, пророки говорят, и они говорят неприятное, нам не хочется это служить. Людям не хотелось слышать. Людям не хотелось слышать то, что пророчествовал Еремия, например. Они его в тюрьму посадили, они его заткнули там и так далее, пытались сделать это все. Но он пророчествовал, что нужно делать в то время. Поэтому вот эта ситуация, она тоже, для меня она просто побуждает больше в молитве быть. За страну, за наши церкви, за пробуждение. Потому что вот на сегодняшний день уже совсем как-то и не слышно про этот коронавирус, и про эти маски, какие там маски, какие там эти. Хотя интересно, недавно я услышал, тут тоже один выступил, ну, такой правозащитник типа, что вот за один день заразилось 19 тысяч вот из-за вот этих всех погромов. У меня сразу вопрос, а как вы так за один день 19 тысяч протестировали, проверили и уже поняли, что тут по 2-3 дня не могли люди добиться этого, а тут прямо вот моментально. То есть фейка хватает с обоих сторон, это правда. Дай Бог нам мудрости реагировать адекватно и как христианам вести себя адекватно. Но верить всему подряд тому, что говорит СНР, печально, что сегодня многие, даже христианские лидеры призывают верить официальным средствам информации, печально, печально, что мы просто ведем людей в заблуждение. Нужно говорить о реальности, нужно говорить о том, что есть. И самое главное – показать выход, что мы, как люди верующие, мы должны увидеть возможность послужить кому-то, благословить кого-то, принести мир, надежду, вдохновить и, конечно же, молиться о пробуждении. Но вот по всему видно, что все равно даже в церкви разделились. Одни поддерживают одну сторону, другие – другую сторону. Все равно, как бы, все равно большинство верующих понимают, что вот это все беззаконие, конечно, это было просто сфабриковано, искусственно создано. Не проблема была в том, что убили этого черного. Не проблема. И в нашем городе убивали и черных, и белых. Не знаю, мы уже слышали, два года назад убили австралийку белую, которая приехала в Америку выйти замуж. В конечном итоге черный полицейский убил ее. Но что-то никто не поднял вот этот шум ни в церквях, ни в обществе, ни в демонстрации, ничего. Она вызвала полицию, потому что нужна была помощь. Она увидела, что какое-то насилие совершается. Вот приехали полицейские, этот черный полицейский вышел, она ему машет, придите, помогите. Он просто взял выстрел на него. И все замяли тихо, и все нормально прошло. Поэтому говорить, что только из-за этого – это несерьезный разговор абсолютно. Теперь это уже понятно всем. Недавно есть такой американский институт исследования, Pew Research Center. Он опубликовал данные по тому, кто на какой стороне интересный расклад. Иудеи и латино-католики за Байдена, а Мормоны якобы и Баптисты за Трампа. Вот такой вот раздел провели, как бы черту тот же исследовательский суд из США. Это видно как-то? Что прямо на демонстрациях, как это все измеряется? Я не могу даже сказать. Я не знаю, как они так это вычислили тоже. Мне кажется, что все-таки люди, понимающие важность церкви, христианства в стране, они все-таки будут смотреть, кто из лидеров будет отстаивать эти ценности. Это же очевидно, это же понятно. Ну, я, например, понимаю, что по католикам они дают такой расклад, что 50% это белые католики, англосаксы так называемые. Ну, в нашей терминологии это так звучит. А 50% это латинос, которые традиционно поддерживают больше демократов, чем республиканцев. Потому что демократы больше обещают разных благ. Чуть ли не социализм. Мы уже жили в социализме, нажились. Мы больше туда не хотим. Но здесь уже порядка 40 лет последних идет промывка мозгов, что социализм — это вот как раз равенство, это вот как было в первоапостольской церкви, это для христиан, для неверующих свои какие-то подаются идеи. И, конечно, для молодежи это очень интересно, потому что им объясняют, что платить ничего не надо будет за учебу, государство будет платить и за медицину, за все будет платить. Государство будет... Но здравомыслящие люди, они понимают это, молодежь, они цепляются за это, что на самом деле, вот видите, какая дискриминация, вот молодежи не дают жить там и так далее, и так далее. То есть на это ушли годы, десятилетия, чтобы подготовить и чтобы общество созрело к такому выбору. Хотя я скажу так, что вот я сейчас сижу в офисе, вот я смотрю, то есть мы живем где-то, где-то может быть минут 30-25-30 минут от того места, где происходили сейчас все эти события. Кстати, в Миняполе сейчас уже более спокойно, все в других местах стало плохо. Вот. Но даже в те, в то время, вот когда там наши друзья приехали в гости к нам, и говорят, слушайте, вы живете здесь как в Америке, а мы как в Африке. Я говорю, в смысле? Он говорит, у нас все запи... Они как раз там живут, буквально 2-3 квартала вот от всех событий. Мы в 8 часов уже сидим по домам, нам сказали, все, комендантский час, все должны тихонько сесть. Потому что, говорят, надо было таблетки купить, поехала в ближайшую аптеку, все заколочено, все запито, рядом здание, выбиты все стекла, все засыпано стеклом и разграблено, там уже подожгли что-то, горит. Просто ужас какой-то. Поэтому как бы вот такими вот очагами в самых таких больших скоплениях народа и вот это все. Но нельзя сказать, что прямо вся Америка горит и вообще прямо вот все ужасно. Это тоже перекос. Это хороший перекос причем. Нормальные, здравые люди, серьезные, стараются работать, трудиться, общаться. Мы недавно отмечали день рождения сыну, выезжали на лодки там, на озеро, например. Куча лодок, люди отдыхают, наслаждаются. Ну, люди с бандитским наклонностями, естественно, им это все не нужно. Им нужно все ломать, крушить, поджигать, убивать. Вот это им нужно. То есть, если я это называю социализм или стремление к социализму, то я вспоминаю революцию. Конечно, я в ней там не был в то время, в 17-м году, но очень уж что-то напоминает. Вот именно. Скажи, а вот русскоязычная наша молодежь, вот, которую принято называть ДВР, дети верующих родителей, они с кем? С вами или все-таки вот на той стороне протестующих, жаждущих социализма? То, от чего вы... Не могу сказать, Альберт, не могу сказать. Но потому, что я вижу вообще не в социальных сетях и так далее, я вижу, что все-таки молодежь адекватная наша, славянская, и они понимают, что то, что происходит, это ненормально, естественно. Более того, мне кажется, что вот эти все события, они как-то корректируют взгляды. То есть, то, что их учили в школе, я могу смотреть по своим детям, например, то, что их учили в школе, и они первое время там приходили, вот, социализм, это вот, все. Мы им говорим, какой социализм? Вы что? Мы приехали в Америку, чтобы убежать от социализма. Какой социализм? Вот, это же будет... И вот то, что сейчас происходит, и они, ну, они уже и постарше стали тоже, они могут уже взвешенно анализировать, да, вот, то молодежь, конечно, делает совсем другие выводы. И это хорошо. И это хорошо. Плава Богу. Слушай, скажи тогда ситуацию с ковидом, ты уже немножко начал говорить. То мы смотрели, всю Америку спасают, спасают людей из жизни. Тут толпы, тысячи людей на улицах, кто в масках, кто без масок, в штанах, в майках, без всего. Никакого ковида, что ли, нет? Все ушло? Вот, все. Другая тема пришла. Другая тема пришла. Ужасно, что люди умирали и умирают сегодня, но люди всегда умирали. Да. Это ужасно. Но, как говорится, смерть никто не отменял. А другое дело, что мы можем, конечно, аккуратно к этому относить, подходить, да, или относиться к этому. Но, все-таки, вот, давай так, я скажу тебе, вот, по своему примеру. Да. Вот, так получилось, что это где-то месяца полтора назад, у меня что-то начались проблемы с сердцем. И я так, чтобы немножко не затягивать с этими, решил просто поехать в госпиталь. Откровенно говоря, даже не знал, меня там примут или нет, потому что то, что я слышу, прям в госпитале забиты, и там никого не пускают, и там все больные, и уже там вот, ну, вообще все плохо-плохо. Приезжаю в госпиталь, ну, просто вот думаю, ну, не пустят, не пустят, поеду обратно, как-то я перетерплю, не знаю, переживу или не переживу, ну, как-то надо пережить. Я приезжаю туда, ну, да, стоят две полицейские машины, полицейский спрашивает, значит, чем ты приехал? Я говорю, у меня проблемы с сердцем. Хорошо. Подъехал к другому, там, вагончик стоит, вышли медработники, там, три или четыре человека, в масках, там, во всем этом, обмундирование, как на манавте все. Вот, но тоже спросили, в чем проблема, рассказал, я все, ставь машинную парковку, заходи, вот, отделение экстрементной помощи. Вот, я зашел, значит, парковка пустая, машин нету, меня это сразу удивило, ну, хорошо. Захожу в госпиталь, тишина, ни одного человека, вообще. Приняли тут же, просто, ну, все-таки, слава богу, за нашу такую медицину здесь, буквально моментально сделали, там, и кардиограмму, и все остальные, там, все, что они должны сделать, вот, то есть, я там побыл какое-то время, выхожу, точно так же, тихо, спокойно, и они говорят, ну, вот так каждый день. Ну, и там говорят другое. Хотя, ну, я не могу же сказать, что кто-то не умирает, естественно, умирает. Знаю, например, примеры, когда люди умирали, но совсем не от ковида, а умирали от каких-то других болезней, ну, поскольку они уже тут, как бы, и по возрасту подходят, им ставили. Поэтому, ну, печально, что какие-то подтасовки были, и похоже, что немалая. Однако, вот то, что я рассказал, это то, с чем я столкнулся, и все было спокойно, никакого ажиотажа, никаких проблем особых. Я не видел. Слушай, можно сказать, что врачи даже соскучились по живым людям, да, чтобы увидеть лицо. Было, выглядело именно так. Выглядело именно так. Я захожу, и они сидят, кто-то на телефоне там что-то смотрит, кто-то еще что-то, они умеют, о, как тебя зовут? Ну, не улыбались, конечно. Вот. Так что, да. Слушай, ну, интересная ситуация получается, насколько люди подвержены пропаганде. Телевизор льет в уши, показывает, что вот все забито, забито, и люди, и потом ты едешь, да, такой же сам испуганный, не понимающий ничего, приезжаешь и видишь, как бы, другую картину. Что это? Как? Нам нужно очень беречь, конечно, свои уши, и все это. С одной стороны, нельзя все подряд отвергать, потому что очень много правдивой информации идет, и просто, если так остановиться, немножко поразмыслить, ты поймешь. Вот. А с другой стороны, нельзя опускаться в панику, в страх и так далее, и так далее. То есть, мы, как люди верующие, я понимаю, мы должны иметь чувствование внутри, в духе. то есть, я могу так засвидетельствовать, тоже рассказать свой небольшой опыт, когда вот это все началось с вирусом, с ковидом. Я ехал на машине, как-то так получилось, включил там этот, на ютубе всегда что-нибудь полезное смотрю, а тут новости были. Вот. И вот эти новости там рассказывают, как все плохо в Америке, что все люди умирают и умирают, и хуже все становится, и там профессор какой-то выступил, и вирусолог выступил, и какой-то человек, который переболел, и какая-то женщина, у которой муж умер. В общем, все плохо, и симптомы расскажут, и как все болеть начинает, и так далее. Я сижу, я вот это 10 минут еду, слушаю, и у меня, я чувствую, что я болеть начинаю. Мне кажется, что у меня уже горло першит. Ну, серьезно. Першит горло. Я еду, думаю, слава Богу, что я уже еду в сторону дома, я сейчас приеду обязательно поверить в температуру. Вот. И вот уже все, у меня вот просто уже мокрый пол, это, лоб становится, я вытираю, ничего себе, слушай, точно температура, наверное. И потом начинаю так внутренне молиться, и принимаю такое решение, я выключаю вот это все, и включаю какую-то проповедь. На Ютубе там же. Причем я даже не помню, кто проповедовал, и я что проповедовал. Там была просто проповедь о вере. О вере. Эльберт, ну это правда. Я приехал домой, у меня не першит горло, у меня нет температуры, я даже не пошел мерить ее. Я рассказываю своему другу, он живет в другом штате, он говорит, у меня точно так же было, только я приехал домой, я пошел мерить температуру, она нормальная. Я, говорит, еще три раза мерил за день, она нормальная, и до сих пор нормальная, никаких проблем. Смотрите, как сильно влияет информация, которую мы получаем. Насколько важно просто аккуратно к этому относиться, иначе можно зайти в крайность. Это правда. Василий, одно могу сказать, слава Богу, ты живой. Спасибо. Я тоже. Конечно, люди много слышат, много видят всего. Слава Богу. Скажи, церкви открылись, мы видели, что Трамп жестко выступил, ваш президент сказал, что если губернатор не послушается прямым указом, что, ну вот, вера очень важна сегодня Америке, и молитва, откройте все места, где люди молятся. Я думаю, что он даже, ну он, естественно, имеет больше информации, чем мы, мы же всегда узнаем через 20 дней или больше. Вот. Я думаю, что даже какая-то вот эта информация, которую он имел, возможно, побудила его принять такое решение, и мы все, мы видим просто и по его действию, по его плодам, да, что это человек, который верит христианам, он верит в церковь, он верит в молитву, он это не просто говорит, я верю, он это делает, это происходит в Белом доме и так далее. Поэтому, конечно, это было большое такое, ну, благословение и радость. Удивительно другое, что многие, многие верующие отреагировали неадекватно на это, как-то без радости особо, многие, я скажу, не просто там пару человек, то есть, вот то, что мы слышим, да, то есть, начали объяснять, что почему-то, почему-то вдались пасторы в политику, типа, а какое он имеет право приказывать губернаторам, какой это же не Советский Союз, вернее, Россия, там и так далее. Да поблагодарите Бога, что человек принимает такие решения просто вот, для того, он просто сказал, нам нужно больше молитв, а не меньше молитв. Вот, поэтому я говорю, что может быть была какая-то информация обо всем, что вот сейчас будет происходить, поэтому как-то так поспешил немножко к тому, чтобы это все продвинуть. Но, опять же, это все с такими большими ограничениями, то есть там, ну, по расстоянию это ладно там, присутствие масок, дезинфекция каждой ручки там, туалетов, чуть не после каждого человека. То есть, как бы, знаешь, оно все равно немножко напрягает, но все равно это приятно. Это радует, люди пошли в церкви, хотя многие церкви до сих пор закрыты. Многие церкви приняли решение, что мы еще подождем и будем потом нормально проводить собрание, вот, чтобы без всякого маскарада, вот этого с масками. Ну, вот как-то так, по-разному. Хотя, я вижу, что большие церкви, они сумели, мега церкви, сумели это все организовать, очень правильно к этому подойти, отреагировать и, слава Богу, у меня есть друзья, которые вообще в другие церкви ходили, но они еще закрыты, маленькие, вот, они говорят, просто не выдержали, пошли вот в большую церковь, захотелось побыть вместе в церкви, поклониться Господу и так далее. Поэтому, да, церкви открылись и это радует, и вот так. Спасибо, спасибо, пастор Василий, мы всегда в молитве за вас, за нас, как ты правильно сказал, за славянский народ наш, там, неважно где мы, мы молимся друг за друга, поддерживаем друг друга, спасибо большое. Спасибо.